Маткульт, привет всем! И снова у нас Дима Епифанов! Ура! Привет, Дима! Привет! Посложившиеся годами уже традиции, да, как приехал. И сейчас будет жесть. Не, не, жести не будет. Простая задачка по механике, которую зачем-то дают в девятому классу. Хотя, может быть, даже одиннадцатиклассник, честно, ее решить не может. Но давайте, она делает вид, что... Ой, какой неровный линия я рисую. Это склон, да? Да, есть горка. Давайте для простоты считать, что угол его известен. Давайте сразу считать, что он равен пина 4, 45 градусов. Да. Проще всего. Самый простой угол. Да. Гладкий, да, то есть здесь я так это напишу, мю равно нулю. Что такое мю? Коэффициент трения. Ну, да. Так. А здесь какой-то уже есть мю, ну, например, равный единице. Для простоты. На этой горке на высоте h, равная одному метру, лежит маленький, но с мукой мешочек такой вот прямо с мукой, с мукой. Вот. Ага. Массы m, ну, как... А, масса нам тут не нужна, но если бы она была нужна, вы уже догадались, что она была бы равна чему? Единице, одному килограмму. Ну, одному килограмму это очень большой мешок для одного метра, наверное, чему-нибудь была бы равна такому единичному. Ну, не знаю, выбрали бы фунт, например, и пусть все бы мучились. Это не важно. Масса нам не нужна, поэтому мы помним, что там какой-то небольшой такой плотненький мешочек с мукой. Вот это небольшой, это все-таки материальная точка или нет? Ну, будем считать его материальной точкой. Ага, но все-таки то, что с мукой, а не просто камешек, это важно, да? Да. Значит, что происходит дальше? Мы его скатываем, и он там, значит, доходит досюда, и, наверное, там что-то с ним будет дальше по горке как-то он будет двигаться. Известно, что при движении мешка ни в какой момент нет качения. То есть он все время движется, как положено, как куль с мукой. Да, как говорят. Выйду нахал, куль поправлю. Ого-го, да. Ну вот, соответственно, вопрос, какое расстояние по горке, он пройдет. Все это, естественно, находится в поле тяжести, вся система. Такая простая вот задачка. Ну вот, я не понимаю здесь следующего. Ну, понятно, что происходит, пока он катится, это все понятно. Да, он не катится, он скользит. В смысле, да, он скользнулся, да. Вот дальше он, вот что происходит внутри этого мешка, когда он, изгибаясь, начинает двигаться дальше. Ну, здесь происходит удар, наверное, какой. От удара, да? Да, да, и дальше он скользит. Но смотри, ты уже не сделал первую ошибку. Какое он? Первое решение, которое обычно предлагают, выглядит следующим образом. Давайте применим закон сохранения энергии. Нет, конечно, это понятно. Нет, закон сохранения энергии мы здесь, возможно, не обойдемся, может и обойдемся. У нас исходная mgh, а в конце работа сил трения, это, поскольку на всем отрезке, пока он едет, сила трения равна одному и тому же, она равна мю на силу реакции, сила реакции равна mgh, все очень просто. Значит, работа сил трения будет мю, m, g, l. И отсюда, значит, неправильное решение. Да, да, это решение А. И отсюда L равно h делить на мю. Да, что неверно. Что, конечно же, неверно, потому что в момент перехода на горизонтальную плоскость что-то с ним происходит. Да, вот я никогда не понимал, что именно. Вот сейчас мы и разберемся. Ну, происходит удар, наверное, какой-то. Часть этого удара должно просто уйти в тепло. Да, а что уходит? Вот смотри, это проще понять, если... Ну, давай мы посмотрим. В момент, когда он подлетает к этому месту, у него скорость направлена вдоль склона, правильно? А потом после удара она направлена уже параллельно. Ну, видимо, вот это он его потерял. Да, вот потом... Как если бы он сверху упал, вот это все он потеряет. Да. А это, наверное, нет. Совершенно верно. Удар неупругий, поэтому вертикальная компонента никакой обратной не получится. Было бы упругий, он бы отскочил. Да. Да, а неупругий удар, просто вертикальная компонента вся погасится. Так. Вот. И отсюда возникает второе неправильное решение, которое в некоторых даже серьезных местах... Я встречал аналогичную задачу с неправильным ответом даже в вариантах ЕГЭ, к сожалению. Дальше происходит следующее. Мы говорим, ну, погасилась вертикальная компонента, горизонтальная осталась. Давайте напишем закон сохранения досюда. Узнаем, какая скорость была. Ну да. Выкинем одну компоненту. И по закону сохранения энергии опять дальше там все будет нормально. Ну, по сути, пополам поделим, потому что это корень из двух. Да, то есть мы получим что? Что значит МЖН, давайте назовем вот эту скорость какой-нибудь В, да, равно МВ квадрат пополам. Да. Мы взяли ноль потенциальной энергии здесь. Она ровно вдвое меньше, чем квадрат вот этого. Да, ну, в косинус квадрат раз, да. Но тут же 45, поэтому H9 на 2 и МВ получится неправильно. Ну, в физике не принято вот так сразу грубо подставлять числа. Мы все равно дотащим альфа, но как бы посмотрим на него. Ну да, H9 на косинус квадрат и синус квадрат. Давай разбираться. Значит, если вот это угол, значит вот это он же, и нам здесь нужен косинус, косинус квадрат. Значит, и, соответственно, МВ квадрат пополам на косинус квадрат альфа равно все тому же мю МЖН. Ну, и отсюда ответ, который получается, L равно H косинус квадрат альфа делить на мю. Совершенно верно, потому что при нулевом углу все сохранится. Да, ну, все так и есть. Почти, да. Ну, то есть непонятно, как он доедет. Ну, вот так, да. Но вот теперь, конечно, здесь самое простое, что вы можете сделать. Уже можно задуматься. То есть это все равно неправильно. Но про это не все уже, к сожалению, понимают, почему это неправильно. А вот давайте себе представим. С мукой это было бы верно для камушка, да? А для муки будет неверно или нет? Для камушка камешек катиться начнет. Но для камушка это уже ближе к истине, да. Для материальной точки, да, кажется. Она имеет право какое-то иметь. В частности, она имеет право, но если ты отказываешь ей во внутреннем устройстве, ты отказываешь ей вправе нагреваться, например. Столкнулись. Куда делась эта энергия при ударе? Как девушки во внутреннем мире. Нагрелась, да. Там какие-то внутри частицы стали двигаться быстрее. Нельзя отказывать материальной точки вправе иметь внутренний мир. Вообще физически бесконечно малое – это нередко… Вот, например, в термодинамиках очень яркая вещь. Физически бесконечно малый участок объема – это зачастую такой участок объема, объем которого много меньше того, что происходит в задаче, или на протяжении которого какие-то характерные величины не успевают измениться, если это какая-то нешкольная термодинамика, где что-то происходит. Но при этом в нем бесконечно много частиц все еще. Охренеть. То есть все еще мы можем считать, что молекулярно-кинетическая теория верна, что они успевают усредниться, сталкиваются друг с другом, И все это больше, чем длина свободного пробега, естественно. Это разные бесконечности. Намного. То есть это такая бесконечность внутри бесконечности вполне бывает. В физике с бесконечностями тоньше, обращаются ближе к жизни. Да, понял. Ну, по большому счету, О от X тоже есть, О малая от X, да, есть О малая от X куба тоже запрятана в том числе. Так, слушай, ну что, тогда что же происходит в этом мешке? Вот, что происходит. Смотрите, давайте посмотрим, что происходит. Вот доехал наш мешок донизу. И правильно я понимаю, что если укруглить горку, то будет другой ответ? Будет все по-другому, да, это важно. Здесь именно вот четкий стык, я даже дочечку нарисовал. Смотрите, что происходит. На это тело, чтобы погасить его вертикальный импульс, начинает действовать какая-то экстремально большая сила реакции. Она действует очень недолго, это и есть удар. Очень недолго, очень большая сила реакции действует, гасит ему вертикальный импульс. Но, мы знаем, что если есть сила реакции, то к ней за гребочку привязаны силы трения. Если действует экстремально большая сила реакции, обязательно будет и экстремально большая сила трения. Дальше есть два обоснования. Одно честное и с интегралом, а другое нечестное и со словами про импульс силы. Наверное, я сначала напишу то, которое с интегралом, а Леша переформулирует это так, чтобы школьникам было не страшно. Смотрите, мы не знаем, как устроена зависимость от времени этой силы реакции. Мы знаем, что изменение горизонтального импульса, это есть некоторый интеграл за время столкновения, я назову его Тау. Да, за все время пока. Слушай, у Тау ножка в эту сторону пишется или вот в эту? Все правильно. Я всю жизнь борюсь с собой и никак не могу запутать, запомнить, ура, сегодня угадал. Ну вот, от некоторой простой штуки, да, это импульс силы. Мы не знаем, как он устроен от времени, когда оно только налетело, только первые частицы узнали о том, что есть поверхность, она еще не сильно. Да, N от T, DT. Я могу написать, что N от T, это, наверное, не очень важно. Это не константа совсем. Она имеет какой-то профиль колокола, потом она становится нормальной МЖ, до этого она происходит какое-то... При этом это Тау много меньше всех времен, которые у нас есть в задаче. Естественно, да. Это важно. Вот. И нам на самом деле... Ну, то есть, на самом деле даже не так. То есть, честный интеграл здесь выглядит так. Минус МЖ. Вот. Ну, потому что АМЖ, наоборот, пытается разогнать. Но мы считаем, что вот на этом интервале при... От нуля до Тау. МЖ много меньше, чем эта сила, которая возникает при ударе. Это чистая правда. И поэтому АМЖ мы пренебрежем. Пес с ней. Теперь ничего лучше не стало, да? У нас написан какой-то, черт знает какой интеграл. Здесь какая-то функция, про которую мы мало что знаем. Мы знаем только эффект. Давайте посмотрим, а какой эффект окажет сил трения. Она изменит и горизонтальный импульс, потому что она вдоль оси. Давайте мы еще по-честному... Я вообще не понимаю, как это устроено. То есть, почему вертикальный сейчас в горизонтальном месте стал? То есть, что-то такое, да. Мир так устроен. Есть горизонтальный, есть вертикальный, есть накурильный. Когда они с ними связаны друг с другом, то есть... Когда возникает... Когда есть сила реакции, это закон совершенно экспериментальный. Какой-то супер микроскопической теории под ним его пытались объяснять. Я не знаю, насколько успешно, но в целом это закон экспериментальный. Оказывается, что взаимодействие двух поверхностей, четко характеризуется тем, насколько сильных прижали, и некоторым числовым коэффициентом, который зависит только от природы этих поверхностей. Это истрение, да? Да, некоторый коэффициент трения вполне, который в табличке можно даже посмотреть. Почему-то вот сила реакции опоры как-то с трением связана, вот это меня удивляет. Ну да, чем сильнее сдавил, тем сложнее сдвинуть. Чем больше в шкафу книг, тем сложнее сдвинуть шкаф. Очень просто. Так вот, изменение горизонтальной компоненты будет тоже за время удара, только от, вот я уже не в ту сторону, там нарисовал, но это ничего страшного. Значит, от сил трения на dt. То же самое, что и комплексный. Но мы-то знаем. Полезно, у меня знаешь, сколько есть, что на что похоже и не похоже. Так, и чего это fptp? А, это f трения. Сил трения. Она равна мю n. Мю n от t dt. А дальше мы уже с разноцным визгом, тут уже умеющие интегрировать, сразу нас поддержат. Это констант, она ни от чего не зависит, мы ее вытащим наружу. Мы получим интеграл от нуля до тау от n от t dt. То есть все тоже. Да, то есть m мю на дельт p y. То есть если у нас насколько-то из-за возросшей силы реакции при ударе, например, изменилась одна компонента и есть попытка относительного движения одной поверхности относительно другой, то изменение горизонтальной тоже будет соответствовать. Но тут есть тонкий момент. Это было бы правдой полной, если бы мы точно знали, что в результате все равно остается какой-то импульс, направленный вправо, или он как раз вот к нулю придется после этой операции. Понятно, что сила трения не разгонит его обратно. Она против вообще какого-нибудь движения и всегда действует против вектора скорости. Соответственно, если вдруг оказывается, что наше дельта p x окажется больше, чем исходный импульс горизонтальный был, то она просто обнулит и дальше ничего делать не будет. Весь хвостик просто пропадет. Ну то есть он не поедет никуда. Он ударится и станет на месте, да? Да, в случае, если вот это изменение окажется больше, чем исходный импульс. P y. X, 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 X. Она действует против относительного движения. Да, понял, понял. Это на соседе. Ну вот, соответственно, ну теперь уже... Значит, дельта p, это p, это движение. Это изменение импульса, а это импульс силы, который его вызывает. Это комбинация сил умножить на скорость. То, что это не просто комбинация, а это вообще крутая штука, можно в ВУЗе узнать. А в школе это просто довольно тупая и непонятная комбинация, к сожалению. Вот. Ну вот, все, уже теперь можно что-то из этого сделать. Да, мы изменение импульса по y мы знаем, это mv на синус альфа. Правильно? Да. Вот. Значит, дельт p y, его мы знаем, это mv на синус альфа. Соответственно, дельт p x, mu, mv на синус альфа. Ну, поскольку альфа равно 45, да, у нас был импульс p x равно mv на косинус альфа. Mu равно единице, синус альфа равен косинус альфа. И вот уже здесь можно сделать вывод, что в данном случае тело тупо остановится и никуда не поедет. И вот это уже… А вот при других альфа он поедет. Да, то есть конечная скорость равна нулю, давайте я сразу напишу, что l равно нулю. Да. Ну, если альфа немножко повернуть сюда… Да, 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 да. То он отправится с этой корректировкой. Да, и тут опять же вылезет mu, вылезет тангенс альфа, все, что мы любим в задачах про трение и наклонную плоскость. Все как надо, все будет. Да, то есть вот под 45… Ну, это пример для того, чтобы дальше нам не считать. На самом деле под 45 дальше не едет. Нет, под 45 дальше не едет при коэффициенте трения единица. Ну, да, 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 естественно. Чем круче горка, тем проще подобрать коэффициент трения такой, чтобы никуда не поехал. Обалдеть. То есть если достаточно отвесно, то даже на лед ты упадешь и не поедешь уже. Да, да. Вот. Это вот трюк про изменение импульсовой, горизонтальной составляющей импульса при ударе. Про это многие забывают. Жесть, да. Поэтому задачка такая сложнее, чем кажется. У меня было чувство, что тут он не взял, поехал просто ударив это самое. А зато проверять удобно. Смотришь, ответ. Офигеть, да. Если ноль, есть что читать. Есть что читать, да. Здорово. Иначе точно забыл. Все, обалдеть просто, да. Очень интересно, очень. Когда-нибудь я возьмусь за Фейнмана Леетт и на эссенция. А вообще-то я начинал их читать лет 8 назад. Я прочел первые 60 страниц из Фейнмана первой книги. А потом дела съели и так и съели навсегда. Вот. А потом я стал читать всякие другие математические уже книги и физику забросил. Но если у меня будет долгая безбедная старость, да, беспроблемная такая, беспречная, беспречная. Ты, конечно, осулаешь. То я, да, с 70 где-то до 100 лет буду изучать физику. Вот так. Вот, на этой мажорной ноте я, да, я говорю Диме, Дима, спасибо огромное. Вот у нас и физика на канале появилась. С удовольствием. Ну пока. Маткульт, привет.